Всей семьёй на ГТО. Под таким девизом в День России на стадионе 41-й гимназии прошёл спортивный фестиваль. Подробнее расскажут мои коллеги. Фестиваль объединил 10 команд и стал ярким семейным праздником. Игорь Царёв, выполняя тормотивы ГТО впервые, премьером послужила дочь. У нас дочка старшая уже сдала на золото. И сейчас вот подтянуло нас в общем. Молодых родителей сдать тоже, поучаствовать. Ну вот только начали, пока все на золото, но дальше посмотрим. Лев и Марина Гончаровы пришли на стадион с четырьмя детьми. Родители с детства их приучили к активному образу жизни. А лучший способ приобщить ребёнка к спорту – заниматься всей семьёй. В свой день рождения, в День России, пришёл сдать тормотивы ГТО. Не в первый раз, у меня уже есть золотой значок. Своим примером я заразил детей. Это хорошая заразная болезнь ГТО. Поэтому они тоже пришли сдавать. И уже некоторые дисциплины мы успели сдать на золото. Когда говорили мы – это мы все. Подтягивания на перекладине, прыжки в длину, наклоны вперёд, не сгибая ног, метание гранаты, бег на короткую и длинную дистанции. Сумма баллов, набранных в ходе испытания каждой семьёй, учитывалась при подведении итогов. Мы выявим наисильнейшие семьи городского Курглюберца, которые будут рекомендованы бронзовый, серебряный или золотой знак. Если участник сдаёт все нормативы на золото, но один из них на бронзу, то он получает бронзовый знак. Поэтому не у всех с первого раза получается выполнить нормы ГТО на золотой знак. Отличие. Поэтому, получив бронзовый или серебряный знак, всегда можно побороться за золото и есть куда стремиться. С начала года нормативы ГТО выполнили более тысячи люберчан. Из них почти 700 человек стали обладателями золотого знака «Готов к труду и обороне». Мы готовы к труду и обороне!